МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2014 год. Исправительная колония строгого режима. Высокий бетонный забор, колючая проволока под током. Повсюду видеокамеры. Здесь коротают дни особо опасные преступники. Но даже они побаиваются вот этого молодого мужчину. Еще бы. Он серийный убийца. Отправил в морг 17 человек. Еще 15. В реанимацию. Поговаривают, что на самом деле число погибших от рук отравителей еще больше. 92 человека. А это уже в два раза больше, чем у знаменитого Чикатило. Пояснил, что сколько докажете, столько и будет. Я ничего вам рассказывать больше не буду. Но кое-что маньяк все же рассказал. Специально для нашей программы. Это единственный человек, ради которого я хочу отсюда выйти. Я сделаю все. Если скажет, умри. Я пойду и сдох. Ради кого он так рвется на волю? И кто ждал его каждый день после охоты на людей? Но, пожалуй, начнем по порядку. Несколько лет назад я вместе со съемочной группой изъездил в десятки подмосковных станций. В снегу посреди улиц на заброшенных стройках стали находить мертвых мужчин. Как правило, хорошо одетых. Правда, разного возраста. От молодых ребят до солидных отцов семейства. И каждый раз смерть наступала от остановки сердца. В начале нашей истории никто не подозревал, что причины этих странных смертей нужно искать в электричках. 2007 год. Московская область. Станция Орехово-Зуево. В тот день трехчасовую электричку на платформе уже ждали. Бригада медиков и наряд милиции прибыли по тревожному звонку от машиниста. Тот сообщил, в одном из вагонов умирает человек. Быстрее! Носилки! Непрямой массаж сердца! Электрический разряд! Но, увы, пострадавший скончался, не приходя в сознание. Эта смерть наделала немало шума. Погибшим оказался высоко поставленный чиновник Министерства обороны Игорь Несоленый. В тот день полковник был в штатском. Ехал домой. В электричке потерял сознание и умер. Как тогда решили медики, не выдержал духоты и давки. Они не учли одного. В это время в электричке давки не было. Истинную причину смерти полковника смогут установить лишь через год. В останках погибшего будут обнаружены следы сильнейшего препарата из группы нейролептик. И только тогда станет понятно, именно это лекарство спровоцировало инфаркт. Очень схожие признаки. Что при остросе сердечно-сосудистой недостаточности, что при отравлении нейролептиком. Дмитрий Ануфриев. В конце 2000-х годов руководитель отдела криминалистики Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. А таинственный отравитель почувствовал себя безнаказанным. Субтитры создавал DimaTorzok Это Тамара Сергеевна. Когда-то единственным счастьем женщины был сын. В тот злополучный день Рома, как обычно, уехал на работу. И не вернулся. Вечер мы звонили, ждали его, и телефон недоступен, и семь дней мы его искали. Неделя пролетела как в бреду. Больницы, морги, везде отказ. Значит, жив? И тут неожиданный вещий сон. Тело Ромы пришлось искать его девушке Кристины. Ну, он очень любил ее. Пришел и сказал, мам, я ведь женюсь. Только не судьба. Кристина нашла любимого в море. Найден на станции без документов. Никаких следов насилия. Просто на глазах у прохожих вдруг зашатался и упал. Матери выдали на руки справку о смерти. Там значилось. Острая сердечная недостаточность. Но откуда такой диагноз у молодого человека, регулярно занимавшегося спортом? В таких случаях внезапной сердечной смерти молодых у судмедэкспертов есть непреложное правило. Всегда проверять кровь на наличие наркотиков и психотропных препаратов. Анализ делается долго, около месяца. И вот его результат. Обнаружен препарат из группы нейролептиков. Допустимая доза превышена в 4 раза. Такая передозировка – однозначно смерть. Но как лекарство попало в организм погибшего? Мать была уверена, ее сына кто-то отравил. Это зверь. Даже зверь не может такого сделать, как он придумал травить людей и оббирать их. Она сразу дала понять, любовь к шикарной девушке можно заслужить лишь шикарными подарками. Привела к витрине ювелирного магазина и долго разглядывала сверкающие перстни и крученые браслеты. Он лихорадочно прикидывал, где взять столько денег. Ограбить банк – слишком сложно и опасно. Убить – но он ненавидит кровь. Хотя, пожалуй, есть способ, быстрый и действенный. В истории человечества немало примеров, когда с помощью ядов устранялись политические конкуренты или нежелательные персоны. Мать и жена Ивана Грозного стали жертвами отравителей. Современные исследования показали – в их волосах содержится ртуть в тысячу раз выше нормы. Королева Франции Екатерина Медичи известна миру как королева-отравительница. Ее любимые средства – перстни с иглами, пропитанные ядом. Или отравленная помада для чересчур заносчивой красотки. 2007 год. Московская область. К удивлению и немалой радости отравителя, иногда препарат действовал непредсказуемо. Кто-то мгновенно падал без сознания, а кто-то словно сходил с ума и превращался как будто в зомби. Они полностью теряли свое время и пространство, уже не могли контролировать свои действия и даже не могли позвать кого-то на помощь. Денис Жаренов. Следователь по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Впрочем, отравителя совсем не волновало, как долго будет мучиться очередная жертва. Этой ночью жители дома неподалеку от платформы Перова спали неспокойно. Всему виной недостроенный дом напротив. Сначала оттуда слышался дикий грохот, будто кто-то швырял кирпичи на железный лист. Затем начались адские завывания. Кто-то истошно пародировал собаку Баскервей. В оконных проемах мелькала фигура. Можно было разглядеть высокого мужчину в костюме и галстуке. Еще два дня он пугал своим поведением жителей Москвы. Спал в подъездах, заглядывал в окна первых этажей. И окружающие, зачастую даже если кто-то и видел это, считали, что человек просто находился в сильной стадии алкогольного опьянения. Никто не знал, мужчина, которого все принимают за безумца, еще пару дней назад был уважаемым бухгалтером в солидной фирме. Дома его ждала престарелая мать. А он, сойдя с электрички, почему-то никак не мог найти дорогу домой. И так никогда и не нашел. Эта улица стала местом трагедии. Вот оттуда, из-за угла, выехала машина. Водитель увидел мужчину. Тот спокойно стоял на обочине. Пропускает, решил водитель. И нажал на газ. Пешеход внезапно бросился под колеса. Как позже объяснил в ГИБДД водитель, перед смертью несчастный успел крикнуть. Мама, возьми меня домой! Самоубийство. Таков был вердикт следствия. Уже позже в крови погибшего обнаружили огромную дозу нейролептика. Но, к сожалению, никак не связались с тем фактом, что погибший приехал в свой район из центра Москвы на электричке. В столичном регионе начинают находить мертвых мужчин. Внешне смерть выглядит не криминальной, сердечный приступ. Но в крови у каждого одно и то же психотропное вещество. Оно делает человека невменяемым, а затем вызывает сердечную недостаточность. Кто проводит смертельные эксперименты на людях? И как несчастным подсовывают отраву? Подмосковье без электрички представить невозможно. Каждый день в столицу на работу и обратно вынуждены мотаться около миллиона человек. Люди в переездах проводят почти треть жизни. Поезд до Подольска, например, идет почти час. Чем заняться? Большинство пассажиров дремлет, кто-то читает, а кто-то выбирает себе жертву. Он привел любимую в шикарный московский отель. Номер люкс для молодоженов. И огромная кровать, усыпанная лепестками роз. Ее глаза горели. Она была так счастлива. Наконец, ее мечта сбылась. Этот человек готов потратить на нее все богатства мира. Лишь бы она продолжала его любить. Это Ирина Фомина. Ее до сих пор хорошо помнят во многих подмосковных больницах. Ирина разыскивала мужа. Однажды, поздней осенью, Максим ушел на работу и не вернулся. Последняя надежда – экстрасенсы. За консультации с ними Ирина отдала все свои скудные сбережения. Говорили, что ищите 40 километров от Москвы. Что находится именно там где-то. Но не говорили, что именно мертвы. Хотя последняя она сказала, что у вас случилось большое буря. Все это время дочка Максима не переставала скучать об отце и тихонько плакать. Девочка так хотела верить. Он жив и скоро, как обычно, придет домой. Увы, это было не так. Электропоезд. Москва. Платформа 47-й километр. Сергей Кузовников. Полицейский патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Люберцы. Как раз Сергей Кузовников вместе с напарником обнаружил. Один из пассажиров почему-то не вышел из электрички на конечной станции. Где-то третья лавочка. Вот сидел, облокотился на стекло. Бледный вид был. Подошли, за плечикой немножко пошатали его. И никаких ответных нет. А потом уже смотрим, что все уже признаки в жизни не подает. Лицо белое. Мертвое тело увезли в морг. Документов при погибшем не было. Его похоронили, как неизвестного, в общей могиле с такими же никому не нужными бедолагами. И даже не ожидали, что через год мужчину все же найдут родные. Ирина узнала мужа на фотографии сразу. По ресницам. Они всегда были такими же пушистыми, как у дочери. Когда я его разыскивала, я ей не говорила. Ничего. Даже когда и нашла уже, все равно я говорила. Ну, там, находила слова такие, тешительные. Ну, а потом уже сказала, что папа умер. Справки о смерти значилось. Отравление препаратом из группы нейролептик. Женщине объяснили. Наиболее вероятно, это убийство. Кто-то подсунул Максиму яд. И скорее всего, чтобы ограбить. К тому моменту милиция уже знала. В подмосковных электричках орудует отравитель. И количество их жертв перевалило за десяток. Ограбление с помощью лекарства. Довольно древний вид преступления. В России его начали использовать еще в конце 19 века. Как правило, этим промышляли девушки, предлагающие интим. Буквально пара капель, и жертва уже не в состоянии оказать сопротивление. Но погибшие из электричек явно не были любителями легких знакомств, доступными данными. Все как один. Добропорядочные, интеллигентные мужчины. Как же удавалось к ним подобраться? Версии были разные. Не исключалось, что отравители прикидывались торговцами, предлагавшими продегустировать свой товар. Но насколько велика эта преступная группа? Вот вопрос. Он повез ее на курорт. Не в банальный отель, где толпятся семьи с детьми, а в дорогущее спа-заведение с турецким хамамом. Она расслабленно млела на мраморном лежаке рядом. Даже повидавшие много роскошных тел банщики завидовали ему. Но эта королева была только его девушкой. Он так много заплатил за свое счастье. Точнее, платили они, эти наивные мужчины. Как привлечь внимание убийцы? Спровоцировать его на контакт? Рецепт несложный. И всегда действовал безотказно. Недешевый портфельчик рядом. Модный телефон в руках. Карман ненавязчиво оттопыривает толстый бумажник. И, конечно же, расслабленная поза скучающего человека. Но в этот раз отлаженная схема почему-то не работала. Преступник каким-то шестым чувством чуял опасность. И уходил искать жертв в другие вагоны. Количество погибших с нейролептиком в крови все увеличивалось. Были и те, кого увозили в реанимацию. Но, к сожалению, даже выйдя из комы, эти люди не могли вспомнить, что с ними случилось. Я думаю, что и до настоящего времени последствия после употребления данного смертельного напитка еще не прошли. Магомед Абдуразаков. В конце 2000-х годов начальник отделения по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями отдела уголовного розыска линейного управления МВД России на станции Москва-Рязанская. Но однажды убийца все же допустил ошибку. В тот день в больницу привезли молодого мужчину. Снова зомби. Голова в крови, лицо безумное. Пострадавшему повезло. Уже через пару часов на капельницах он пришел в себя. И рассказал. Он сотрудник крупной фирмы Иван Назаров. Алкоголь и не употребляет в принципе. Но с ним случилось что-то странное после случайного знакомства в электриче. Он имел с собой или банку, или бутылку. То есть с минеральной водой. А ехал он после работы, уставший. Напротив сел хорошо одетый парень. И сразу задремал. Назаров отправился в тамбур курить. Бутылку с минералкой Иван оставил на сиденье. Эту промашку и использовал отравитель. Когда жертва уходила курить, улучив удобный момент, он подкидывал находившиеся при нем препараты нейролептики. Назаров глотнул свои минералки. И вдруг отключился. Мобильный телефон был поищен. Бумажник. В бумажнике находились денежные средства. И банковская карта. Карту сразу проверили. С нее исчезла солидная сумма. Но как грабитель мог узнать пин-код? Смущенный пострадавший сознался. Он хранил заветные цифры на клочке бумаги в собственном кошельке. Это облегчило задачу преступника. Он просчитался лишь в одном. Не учел, что у банкоматов есть видеокамеры. Отравитель выглядел совсем молодо. На вид 20-22 года. Прилично одет. Возможно, студент. Ну и где его искать? Тогда сыщики еще не знали. Дом серийного убийцы очень далеко. 9 тысяч километров от Москвы. 2014 год. Город Владивосток. На этих фотографиях трогательный малыш в смешных штанишках. Дружная семья. Любящие родители. Но милый малыш почему-то вырос в жестокого убийцу. Теперь Ольга Ивановна видит сына лишь раз в полгода. А все остальное время плачет. Переживает за него. Вот я ему носочки теплые приготовила. И я ему яблок много насушила. Ну, глядя на его фотографии. Почти каждый день она вглядывается в старые фото в Альбоме. Он в 14 лет вдруг исчез из дома. Искали в больницах, моргах. А подросток обнаружился за тысячи километров. В Москве. Сам мне позвонил. Я так и обмерла. Я так и обрадовалась, и испугалась одновременно. Мам, не плачь. Я тут устроился пирожки продавать. У меня все хорошо. А еще через год мать узнала. Сын осужден за кражу на год колонии. Я его встретила из этой колонии. Говорю, сыночка, поехали домой. Мам, я больше не буду. Но сдержать обещания сын не сумел. Москва манила ее. В столице столько много доверчивых и очень состоятельных людей. Почему? Чтобы их не отравить. В Подмосковье происходит серия убийств в электричках. Каждый раз жертва отравлена психотропным препаратом и ограблена. Сыщикам удается получить фото убийцы. Это молодой парень приятной наружности. Но почему он превратился в маньяка-отравителя? И на кого он тратил добычу? Танбур подмосковной электрички, честно говоря, не самое уютное место. Поэтому пассажиры здесь не задерживаются, особенно если в вагоне есть свободные места. В тот день оперативники обратили внимание на подозрительного парня. Тот стоял в тамбуре и разглядывал мужчину вот там, у окна. Не привлекая внимания, сравнили с фотороботом. Это был отравитель. Но убийца что-то почувствовал. Перешел в соседний вагон. Дождался, когда состав остановится, и стремительно смешался с толпой на платформе. Неужели уйдет? Не получилось. Вот здесь, на 13-м пути Казанского вокзала, он был задержан 2 марта. При себе у задержанного оказался паспорт на имя Алексея Быговского. В одном из карманов обнаружилась фляжка с алкоголем. Химический анализ установил. Там была растворена доза препарата, способная отправить на тот свет 20 человек. Для многих несчастных, ставших инвалидами, повторная встреча со своим мучителем стала настоящим шоком. Они его стопроцентно узнали. Но узнать это мало. Ведь была собрана доказательственная база пеленги, вещи. Он все это отрицает. Нет, я первый раз вижу этих людей. Первый раз вижу этих людей. Эта женщина месяц ходила на все судебные заседания. Пыталась заглянуть в глаза человека, который убил ее сына. было желание у моего мужа неоднократно наброситься там и разорвать эту падаль. Худой, неказистый. За решеткой Алексей Быговский растерял весь свой шик. Одних только часов у преступника было больше десятка. Дорогой телефон, одежда модная. Девушки любят негорилл, от которых тянет за километр носками. Мужчина должен уважать свою женщину. Технология преступления была отработана до мелочей. Он с собой. То есть и таблетки у него были на всякий случай, и пузырек, все, и пакетики. Все это у него культурно лежало в пакете. Сначала Быговский изучал жертву, незаметно разглядывая ее из тампы. Затем подсаживался. И тут же обезоруживал дружелюбной улыбкой. А у меня сегодня сын родился. Давайте поглоточим. Вот он, рабочий инструмент убийцы. Как же он сам так спокойно пил смертельную смесь? Фокус простой. Быговский держал во рту конфету или жвачку и ловко перекрывал ими гормышко. В его рот не попадало ни капли. Кроме того, он проделывал этот трюк еще по одной причине. При запрокидывании головы содержимое взбалтывается и осевшие на дне крупинки таблеток поднимаются вверх. Тот, кто сделает следующий глоток, обречен. Счастливому папаше никто не отказывал. Наоборот, до того, как упасть замертво, несчастные успевали еще и поздравить злодея с рождением сына. А отравитель, обыскав бездыханное тело, мгновенно исчезал. Прибыль измерялась десятками тысяч рублей ежедневно. На что он тратил эти деньги? Следствию удалось доказать 32 преступных эпизода. 17 человек после встречи с Быгорским не выжили. Для сравнения, на совести Владимира Иоаннисяна, он же печально знаменитый Мосгаз, пять жертв. Почему я вспомнил первого серийного убийцу в СССР? Да потому что у отравителя в электричках и Мосгаза есть кое-что общее. Орудие одного – топор, другого – яд. Но дело не в этом. Каждый из них посвящал свои жестокие злодеяния женщинам. Иоаннисян – балериня из кардебалета. А Быговский, впрочем, его пассия заслуживает отдельного рассказа. Именно здесь нам удалось узнать главную тайну осужденного Быговского. Каждый день он выходил охотиться на людей ради девушки. Мама, я так ее люблю. Ты не представляешь, она такая красивая. А вот и фотография Насти. С трогательной надписью на обороте. Моя будущая жена. Но женщина уверена, именно эта девушка принесла в ее семью горе. Ради нее сыночек стал убивать. Мы долго искали Настю и нашли. На сайте одного из московских ночных клубов. Танцовщица «Гоу-Гоу». Ничего не скажешь. Весьма достойная дама. Честно говоря, мы даже думали, что она откажется от интервью. Но удивительное дело, Настя согласилась. Мало того, сама предложила нашей съемочной группе съездить с ней на свидание в тюрьму. Ее можно понять. Черный пиар тоже пиар. Похоже, барышня не затеряется в дебрях шоу-бизнеса. Танцовщица «Гоу-Гоу». Танцовщица «Гоу-Гоу». Танцовщица «Гоу-Гоу». Танцовщица «Гоу-Гоу». Танцовщица «Гоу-Гоу-Гоу». Танцовщица «Гоу-Гоу-Гоу». Танцовщица «Гоу-Гоу-Гоу-Гоу». Сейчас Настя одета весьма скромно. Но это и понятно. Свидание проходит в казенном учреждении. В обычной жизни она девушка с запросами. На ее страницах в соцсетях вы не найдете фото в домашнем халате. Если жить, так с королевой. Очевидно, именно такой принцип жизни и был у Быговского. Но чтобы содержать королеву, нужно не просто много денег, а очень много. Украшения, колечки, сережки. Мыл мне ноги в тазике с шампанским. Тогда Настя была уверена, парень хорошо устроился. Чем именно он занимается на своей таинственной работе, ее не интересовало. Судебное заседание является открытым. Имя Насти на суде никак не звучало. Все присутствующие были уверены, у Быговского в зале нет ни родных, ни знакомых. Но она была. Уселась в уголке, стараясь никому на глаза не попадаться. Конечно, я пришла. Я пришла, потому что у нас было три года отношения. А вот о том, было ли девушке жалко убитых людей, Настя нам ничего не сказала. Наверное, увидев родственников отравленных пассажиров, она только тогда осознала. Все дорогие подарки от Быговского в человеческой крови. Из 38 человек он сколько погубил, а сколько инвалидами оставил. 22 года и 3 месяца. Такого огромного срока Быговский совсем не ожидал. Он все время вот так вот сидел, закрыв уши, ему было все равно. Пока, видимо, не прозвучал приговор. В истории серийного отравителя была поставлена точка. Но в отношениях его с Настей на тот момент пока лишь многоточие. Ты когда еще приедешь? Я уж, ну, приеду. Тут же нельзя каждый день, ты знаешь. Свидание Насти и Алексея заканчивается. Прощаются со слезами на глаза. Настя не верит, что ее парня выпустят. Однако, обнадеживает. Все подошло. Но еще до начала свидания созналась с нашей съемочной группой. Нет, нет, конечно. Никто не отпустит его. Быговский отправляется обратно в свой барак. Перед этим хочет сделать обращение к телезрителям. Все так называемые улики, это все мне подбросили. Зачем? Я сам не знаю. Серийный убийца почему-то считает, что ему кто-то сочувствует. Очевидно, привык втираться в доверие. И думает, что широкая улыбка на всех действует безотказно. Разве такие маньяки? Какие маньяки? Другие. Пока Быговский жалуется, его девушка идет на выход через КПП на свободу. Она ни разу не оборачивается. А ведь ради нее Алексей Быговский пошел на чудовищные преступления. Сломал жизнь себе и многим случайным попутчикам в электричках. Но сейчас, так или иначе, в этой истории поставлена точка. КОНЕЦ КОНЕЦ